По всей киновселенной Марвел разбросано практически бесчисленное количество пасхалок и отсылок. Их настолько много, что и пытаться бессмысленно собрать их все в один ролик. И если некоторые бросаются в глаза, то другие спрятаны поглубже. Вот самые крутые из тех, которые вы могли пропустить. На протяжении многих лет миры Мстителей и Людей Икс были разделены на больших экранах и никогда не пересекались, а всё из-за юридических тонкостей, потому что права на персонажей принадлежат разным студиям. Мстители были под руководством студии Марвел, а Люди Икс в своё время были куплены Фоксом. Но это не говорит о том, что две франшизы не могут обмениваться пасхалками. Во время одной сцены в Железном человеке Тони Старк решает протестировать новую броню в первом полёте и решает посмотреть, насколько высоко сможет подняться. И он спрашивает Джарвиса про рекорд высоты одного определённого самолёта. – Хорошо, давайте посмотрим, что это может сделать. Каково СР-71? – Альтитута регулирования по 6 миллионов лета – 85,000 метров, сэр. Да, в реальном мире такой самолёт тоже существует, однако поклонникам Марвел знаком ещё один SR-71 Чёрный Дрозд, на котором вы летали на своей миссии Люди Икс. Он также знаком вам под названием Икс-Джет. Да, конечно, фильм Железный человек не может ссылаться на конкретный личный супер самолёт Чарльза Ксавьера. Он говорит про реальную модель. Но мы-то понимаем, что это отсылка на Людей Икс. Фильм Первый Мститель про Капитана Америка забросил своих зрителей в период Второй мировой войны. И это не только то время, когда Стив Роджерс превратился в Капитан Америка, но также и период, в который этот персонаж был придуман в нашем мире. Но он был не единственным, кого создали в то время. Во время сцены на Старк Экспо глазастые фанаты могли заметить ещё одного персонажа Марвел, который был придуман в то время, когда компания ещё называлась Таймли Комикс. Когда Стив, Баки и их девушки проходят по выставке, мы видим прозрачный стенд, в котором стоит пустой костюм с надписью «Доктор Финнес Хортон представляет синтетического человека» Хортон – это учёный, который создал первого Человека-факела ещё в первом выпуске Марвел Комикс. Этот персонаж, которого держали в такой же стеклянной камере, как и Капитан Америка, составляет одну из основ всей вселенной Марвел. Этот кадр говорит нам о том, что, как минимум, он существует в киновселенной Марвел, а, может быть, даже однажды мы сможем узнать об истории и приключениях синтетического человека. Вселенная комиксов Марвел – это огромнейший мир, однако находится он в ещё более огромной мультивселенной, в которой существует бесчисленное множество измерений и альтернативных версий персонажей. Киновселенная Марвел даже имеет свой специфический номер – 199999. Она тоже неразрывно связана со всей остальной комиксной мультивселенной Марвел, неважно, узнаем мы когда-нибудь об этом из фильмов или нет. На эту связь намекнули в Торе Рагнарёк, когда Эрик Селвинг объяснял устройство и понимание этой вселенной на огромной доске для группы психически больных людей. Среди остальных беспорядочных слов присутствует надпись «Вселенная-616», а это официальное обозначение главной вселенной комиксов Марвел. Камео великого Стэна Ли разбросаны по всей киновселенной Марвел и стали настоящей легендой, однако не он один появляется в фильмах в этой роли. Один из самых ярких тому примеров можно заметить в фильме Первый Мститель – Другая война. Когда Александр Пирс допрашивает зимнего солдата, в комнате стоит целая команда, вовлеченная в процесс. Одним из них является никто иной, как Эд Брубакер, победитель премии Айснера и писатель комиксов, который воскресил Баки Барнса в роли зимнего солдата в Капитане Америка Номер 1 в далёком 2005 году. К тому времени, когда Брубакер пришёл в Марвел, Баки был мёртв уже десятки лет и был одним из персонажей, которых никто никогда не планировал возвращать. Без Брубакера киновселенная Марвел была бы совершенно не той, которую мы сейчас видим. Тем, кто его узнал, приятно было видеть его на экране. Самым очевидным сборищем пасхалок в киновселенной Марвел является Хранилище Коллектора на Забвении, которое мы видим в Стражах Галактики. Здесь собрано очень много артефактов и особей, которых сложно заметить на парочке кадров. Но если вы не прочь понажимать паузу, то сами сможете откопать немало интересного. – Очень хорошо, а то давайте посмотрим, что вы привезли. Среди прочего здесь можно увидеть Воина Читаури из Мстителей 2012-го, Тёмного Эльфа из Тора 2 Царство Тьмы, Космо – Космического Пса и, само собой, Говарда Утку. Но в этой комнате спрятано и кое-что ещё, намного менее заметное и очевидное, и намекает оно на будущее киновселенной Марвел. Можно заметить один объект, похожий на Кокон, а режиссёр и сценарист Стражей Галактики Джеймс Ганн намекнул, что это – место создания Адама Уорлока. Именно на него и намекала сцена после титров Стражей Галактики Часть 2. Как оказалось, это два разных Кокона, но визуальные совпадения игнорировать невозможно. Адам Уорлок имеет огромное влияние на комиксы Марвел, поэтому если он появится в фильмах, невозможно даже и представить, что нас ждёт. Некоторые пасхалки можно заметить только в том случае, если вы читали один конкретный выпуск определённого комикса. В этом случае прощальная речь на похоронах Пегги Картер в Противостоянии, сказанная её племянницей Шерон, с одной стороны просто является мощными словами, которые однажды сказала ей тётя. Очень мощный момент. Но для некоторых любителей комиксов он показался ещё более мощным, потому что эту речь можно увидеть в комиксе Удивительный Человек-паук номер 537. Он связан с событиями оригинальной истории Гражданская война, а слова эти произносит никто иной, как сам Капитан Америка. Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфилли явно сделали свою домашнюю работу. Некоторые пасхалки были впечатляющими идеями поначалу, но, к сожалению, не все раскрыли свой потенциал. В киновселенной Марвел, где все части должны работать, сообща с другими концепциями, это происходит довольно часто. К примеру, в Докторе Стрэнджа был спрятан момент, который частично был раскрыт в теоретически связанном с основной вселенной сериале Беглецы. В некоторых кадрах фильма мы видим Святую Святых Конконга, где колдуны делают всё возможное, чтобы защитить этот мирок от внеземных магических угроз. Среди защитников можно заметить владеющую посохом Тину Минору, которую в фильме сыграла Линда Луис-Дуань. Мы знаем о том, что она играла этого персонажа только из титров, но она является матерью Ника Минору, одного из главных персонажей Беглецов, которая даже орудовала посохом матери. Да, Тину Минору сыграла другая актриса в сериале, но всё равно приятно. Некоторых персонажей Марвел пока ещё рано вводить в основную игру, но фанатам они нравятся, поэтому создатели и включают их в киновселенную. К примеру, намёки на некоторых мы видим в фильме Тор Рагнарёк, когда нам показывают дворец Грандмастера на Сакааре во всей красе. Его башня украшена разными весомыми скульптурами, среди которых есть головы чемпионов, которые боролись на арене. И пускай в фильме Халк, скорее всего, победил их всех и доминировал на арене, некоторые статуи произвели серьёзные впечатления на тех, кто понял, о чём они говорят. Можно заметить Би Биста, Лешего, Ареса и даже Беттера и Билла, давнего соратника Тора, которого фанаты мечтают увидеть на большом экране уже несколько лет. Мы так и не видим живых воплощений этих персонажей, но сами статуи говорят о том, что они точно существуют в этой вселенной. Весьма неплохое начало Фильм Мстители – Война Бесконечности в первую очередь основан на комиксе 1991-го года Перчатка Бесконечности. И пускай сюжет фильма кардинально отличается от того, что мы видели в комиксах, создатели не поленились раскинуть парочку отсылок. Например, когда Брюс Бэннер прибывает на Землю, он пробивает с собой крышу святилища Доктора Стрэнджа. В комиксах то же самое было с Серебряным серфером. – Я... я понял эту референцию. Но одно из того, что могло сделать фанатов Перчатки Бесконечности счастливыми, появляется в самом конце фильма, когда Танос садится отдыхать на какой-то ферме и смотрит на закат солнца в благодарственной ему вселенной. Но пока он идёт, мы можем заметить посевы, растущие вдалеке, и пугало, которое сделано из его брони. В конце Перчатки Бесконечности Танос делает то же самое по завершении своего похода. Он ударяется в фермерское дело и создаёт чучело из своей брони. Это, конечно, два разных сюжета, но всё равно является отличной пасхалкой.